Добрый день, это канал ТТСК, меня зовут Антон Маккортиков, и сегодня мы здесь, в торговом центре «Универбыт» решили записать нашу рубрику «Вопрос к дизайнеру», и у нас сегодня очень интересная тема, тема «Мировые тенденции в интерьере и предпочтение уральцев». И расскажет нам об этой теме Наталья Булькова, это архитектор и дизайнер. Наталья, расскажите немножко о себе. Здравствуйте, меня зовут Наталья, и я закончила архитектурную академию в далеком году, даже не буду вспоминать в каком, вообще по образованию я архитектор, но сложилось так, что больше у меня душа лежит к интерьерам, и большую часть работы я посвящала именно им. Хотя в моем арсенале есть и построенные коттеджи, и малые архитектурные формы по городу до сих пор стоят, интерьер, вот говорю, как-то ближе и интереснее оказались. Правда, был такой момент, что когда я заканчивала институт, я представляла, выйдя на волю, я буду как творить интерьеры будущего, то что будет такое фантастическое, ранее никем не виденное, как у Карима Рашида формы, которые сложно сидентифицировать с чем-то ранее виденным. Но реальность оказалась несколько иной. 20 лет я работаю на рынке дизайна, и за это время я наблюдала, как менялась интерьерная мода. Очень интересно. А сейчас какая получается, какие тенденции сейчас? Ну вот если в прошлое посмотреть, вот эти вот были когда волны, дуги, я даже по ради эксперимента заказчику, когда предоставляла первые эскизы, несколько вариантов, обязательно выбирали тот, где есть круг на потолке какой-нибудь, да, где есть какие-то волнистые гнутые формы. Мы все, наверное, помним эти формы, да. Да, это людей прям вот цепляло, потому что это было чем-то необычным таким вот приветом из будущего. А на сегодняшний день формы стали спокойнее. Это стиль минимализм, рулит, минимализм, лофт. Формы стали спокойнее, но стали материалы более интересные, более фактурные, какие-то роскошные вот этих штукатурки с различными эффектами шелка, эффектами бархата. Сейчас появились технологии, которые позволяют делать, да, такие классные материалы, просто невероятные. Второй смотришь и вообще шокирован бываешь, как это вообще можно было произвести. Но сейчас это доступно стало и даже может быть по цене абсолютно доступно для любого заказчика, да? Да. Для нас, для дизайнеров, часто ведь проводят компании, которые производят мебель, поставляют отделочный материал, и проводят для нас, для дизайнеров, презентации, на которых мы знакомимся с новинками, что сейчас модно, самая там высокая мода, так называемая, трендовые тренды. И когда ты идешь после этой презентации, нащелка в себе на телефонную уйму вот этих новинок, вот такая летишь, сейчас я сотворю такой вот, такой интерьер. И опять сталкиваешься с реальностью. С реальностью, когда ты заказчику показываешь, смотрите, какие прекрасные бетонные стены, какая замечательная плитка с ржавчинкой. Они смотрят с непониманием и показывают пальцем на ту плитку, которая, ну, цветочки на которых есть, с которой душат. Я их, конечно, понимаю, да, что для них это уже что-то знакомое. То, что они раньше у кого-то видели, и им это однозначно понравилось. Почему так происходит? Почему заказчики выбирают вот эти старые знакомые вещи? Тут, конечно, можно оговориться, что статистику, надо на общую статистику, да, я пока говорю о своем опыте. Может, у меня просто вот так вот с моими заказчиками везет, что некая консервативность присутствует. Хотя время, ну, вот попадаются люди уже прогрессивных взглядов, которые охотно идут на новинки какие-то. А то, что вот люди, которым удобнее что-то привычное, да, может быть, ну, какой-то страх показаться, не знаю, может быть, на чужое мнение как-то опираются, да, и мало обращают внимания на тенденции, когда ездят, путешествуют. Просто не акцентируют на том внимании, что сейчас в интерьерном мире практикуется. Применяется за новинок. Да, на самом деле это интересно. Ну, а как нам эту ситуацию изменить, как поменять, как сделать так, чтобы люди все-таки... Ну, и вообще меняется ли она сейчас ситуация? Да, сейчас хвала интернету и социальным сетям. У нас, у дизайнеров появилась уникальная возможность ввести просвещение в массы, рассказывать о трендах, о новинках, которые мы сами узнаем, показывать это, делать даже, может быть, визуализации, пусть не на заказ, а просто, чтобы продемонстрировать, как это будет смотреться интересно. Может быть, еще какие-то примеры показывать уже воплощенных вот этих интерьеров в современных тенденциях? Какой наиболее эффективный, получается, способ все-таки убеждения клиента? Ну, вот, допустим, вы съездили на выставку условно, посмотрели, классный материал, супер, его можно использовать и даже уже знаете, в какой интерьер. Приезжаете, показываете заказчику, как вы говорите, а он говорит, не-не-не. Вот, обои с цветочками, плиточка какая-нибудь, вот, как убедить заказчика? Ну, каким образом до него донести? Очень хорошо отразляюще действуют слова типа «это колхозно», «это привет из прошлого». И они вот так же «да?» А они не обижаются на это? Ну, пока не обижались. Пока не обижались, да. Ну, даже если, как бы, немножко заденет, но я все равно, я уже говорю, что я не настаиваю. То есть, моя задача вам до вас донести, а ваша, то есть, вам жить в этом интерьере, вам принимать окончательное решение. Понял. А вот еще такой вопрос, то есть, опять же, с точки зрения материалов, я знаю, что у дизайнеров есть разные подходы, скажем так, кто-то говорит, допустим, вот, если вы не будете это покупать, условно говоря, вот этот материал, не сделаете вот так, то я вообще с вами там работать не буду. Кто-то говорит наоборот, желание заказчика для меня закон, какого, вот здесь, какой вы позиции придерживаетесь? Хотелось бы придерживаться первой. И я стремлюсь к этому, чтобы вот так вот железно и сказать, что либо-либо-либо. Но пока подстраиваюсь. Реальность такова, что подстраиваюсь. Приходится подстраиваться, да? Да, это интересно. А как же, как вот этого добиться? Наверняка вот многие дизайнеры, допустим, начинающие, которые будут нас смотреть, они, им интересно будет узнать, как все-таки свою точку зрения, не то чтобы донести, а настоять, да? Как это правильно сделать? Но все равно у вас уже будет большой... Это определенный, определенная наука, я бы сказала, да? То есть нас учили красиво рисовать, композиционно складывать, а продвигать материалы, это уже менеджерская работа, работа продажника. И, ну, то есть я когда, ну, не знала этого, для меня это было что-то... Ну, а что тут особенного? Ну, вот там показал, ну, на стену, ну, нет, да, нет. Ну, оказывается, можно повлиять на человека при помощи определенных методик, определенных... То есть, как бы, говорю, этому учиться, этому надо учиться. Интересно, и, кстати, сейчас вот мы с вами говорили, вы сказали о том, что какая-то насмотренность, да, то есть вот именно понимание материалов, оно очень важно. И как, ну, вот из практики могу сказать, что сам видел, как дизайнеры, допустим, показывают какие-то интересные картинки просто, да, как аналоги. Да, то есть заказчики немножечко сдвигают вот с этой темой, потому что, ну, наверное, все видели, когда сначала 3D классное, классное, а потом заказчик идет покупать материалы. Да, это печально-печально. Это прямо печально на самом деле. Расскажите поподробнее, что сейчас модно, что сейчас актуально, на что сейчас стоит обратить внимание. Надо добавить, что мода в интерьерах, она также, наверное, как и в одежде, не бывает так, что вот резко сменилась. Она происходит вот это перетекание постепенно. И так на сегодняшний день уже не первый год, но держится на пике популярности натуральность материалов. Это дерево, это металл и производные, которые содержат вот эти материалы. Это натуральность, экологичность материалов. И несмотря на то, что они все-таки стоят дороже искусственных, люди отдают им предпочтение и принимают их как и экологичные материалы, и как источники, дарящие уют. Продолжает оставаться многоуровневость освещения, то есть нет такого, как раньше, это одна люстра и торшер, например. Многоуровневость потолков, она уже отошла на задний план. То есть есть уровни разные, где мы закладываем подсветку контурную, но тем не менее вот таких сложных уже пирогов, как раньше делали, уже нет. Пирогов, точно. И целый сценарий освещения они разрабатывают. Нет, это до сих пор актуально. Вечернее освещение, зоны локальные для чтения, для работы, для более парадного, когда в гости, если собираются. Ремесленное мастерство. То есть знаменитые дизайнеры сейчас обращаются к ремесленникам, чтобы их, как бы, предметы, которые созданы их руками, которые несут в себе теплоту хендмейда, которые являются уникальными, подчеркивают характер определенного интерьера. Кстати, на последней выставке в Париже я видел стенд, очень прикольный, и он был одним из самых популярных вообще на всей выставке. Это фабрика, которая выставила не просто какие-то образцы, они привели туда мастеров, которые сами вручную, допустим, молоточком он выбивает какой-то узор, другой на токарном станке вытачивает какую-то деталь, а третий прямо этими самыми клепками приклепывает ткань на сиденье. И просто там вот толпа стоит около этого стенда, и все снимают это, потому что это очень интересно. И что интересно, таким образом заказчик видит ценность того продукта, который он покупает. И вообще, кстати, я так для себя тоже отметил, что вот почему европейцы уходят в очень хендмейт, потому что Китай сейчас производство настолько наладил, что они уже не могут с ним купить. Штамповка уже идет. И поэтому вот эти вот ручные, там молоточком маленьким, с таким маленьким каким-то инструментом, он выбивает узор, и это так людей завораживает, они стоят и смотрят, действительно очень круто. Поэтому, безусловно, я согласен, то есть вот это просто тренд. Еще один из элементов, который к трендам можно ввести, это цвета. Пантон каждый год выдвигает новые цветовые какие-то гаммы. На этот год нам сиреневые пророчили и фиолетовые цвета. Ну, тут уже смотрю и зеленые, и травянистые именно вот на этот год. И растительные орнаменты, если это идут, речь идет о стенах или обивке. Супер. Ну, я думаю, что мы осветили тему довольно полно. Спасибо большое, Наталья. Просто очень интересный рассказ и очень интересная информация. Я думаю, что она будет полезна как заказчикам, так и начинающим дизайнерам. На этом мы заканчиваем. Спасибо большое еще раз вам. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши новые видео. Ну и, конечно, задавайте вопросы, комментируйте. Мы обязательно осветим те темы, которые будут вам интересны. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok